Дорогие друзья! Добрый вечер! Рад вас всех приветствовать! Очень приятно, что мы вместе. Юра, добрый вечер! Людмила, здравствуйте! Еще раз хочу сказать, что я рад, что мы начали общаться в таком формате, потому что дает нам возможность как можно больше вопросов обсуждать, дискутировать на разные темы, слушать ваши вопросы. Я, кстати, прошу сегодня, давайте чуть поактивнее будем с вопросами, я озвучу тему, с которой я сегодня вышел. Она будет не очень длинная, поэтому у нас будет еще пару минут ответить на ваши вопросы. Поэтому предлагаю формат такой, я буквально минут семь поговорю, а потом минут семь потратим на ваши вопросы с большим удовольствием, чтобы я мог вам ответить на них. Да, вот меня просят громче сейчас. Лучше слышно? Если меня хорошо слышно, я рад. Поэтому пишите. Я буду благодарен и рад вашим вопросам сегодня. Алина Бунасяра. Всех вижу, кто заходит, мне приятно. Довно Руксандо Бунасяра. Какая у нас замечательная команда, которая готовится к бою. Шалдонежцы, здравствуйте. Очень приятно. Замечательный район. Ирина. Дорожанская, добрый вечер. Очень хороший человек, Ирина. Вы представляете, замечательный район. Куда надеюсь, где мы скоро с вами увидимся в ближайшее время. Коллеги пока к нам подсоединяются. Вот вижу, не написали громче, но я понял, что слышно. Анастасия Светличный, добрый вечер. Марина Александровна, добрый вечер. Юра Кузнецов, приветствую. Все наши. Леня Наук. Кстати, Леня, вот я вижу, он зашел, я расскажу. Это директор Аргеевской гостиницы Кодру, который смог с нуля фактически, он взял гостиницу, когда она была в минусе, вернее не в минусе, она давала тысячу лей в год. Он давал предприятие, которое сегодня дает доходность порядка несколько сот тысяч лей в год. То есть человек, который сумел в 200-300 раз фактически увеличить доход гостиницы. Более того, он смог за эти средства начать ремонт жилого фонда, не прося ни копейки у примарии, не прося ни копейки у банков. Он самостоятельно, своими силами, средствами предприятий, делает ремонт. У Лени замечательный отец, генеральный директор завода в Аргееве Аспа, поэтому я думаю, что он пошел по его стопам. Как говорится, яблоко от яблони далеко не падают. Поэтому, Леня, хочу еще раз тебе сказать спасибо за твой труд, который ты делаешь на благо нашего замечательного города Аргеева. Дорогие друзья, я вот так буду по ходу пьесы, что называется, говорить о людях, которые к нам присоединяются, которых я вижу, которых я считаю, что стоит отметить, потому что у них есть достаточно большие заслуги перед людьми, поэтому считаю их качество очень хорошее. Бунасяра, Леня, не без моей помощи, это правда, но это ты сделал своими руками, поэтому тебе еще раз большое спасибо. Дорогие коллеги, еще раз хочу вам все-таки вас поблагодарить за то, что вы... Добрый вечер, Стеленешт. Вот пишут, да я говорил уже неоднократно, мой дедушка родом из Стеленешт, поэтому Стеленешт для меня так же родной район, как и Аргеев, и там замечательные люди живут, просто замечательные, поэтому я вас очень-очень уважаю. Дорогие друзья, ну что, начнем. Тема, которую сегодня я обозначил, что хотел бы поговорить, это о депутатах, которые присоединились в платформе Пентру Молдова, и фактически ее создали. Впоследствии это депутаты, которые сегодня являются членами нашей команды. Многие задавали вопросы, задают вопросы, почему эти люди к вам присоединились, как так произошло, что было, что вас связывает. Я не буду отвечать за них, наверное, правильно все-таки их спрашивать об этом, но я скажу нашу позицию. Да, мы четко понимаем, что вся эта команда прошла по спискам демократической партии. Демократическая партия, которую возглавлял Плохотнюк Владимир Георгиевич. Его может кто-то любить, может кто-то не любить, но не признавать его качество лидера, менеджера, человека, который сумел, Игорь Химич, добрый вечер, который сумел сделать очень многое для страны, я считаю, невозможно. Понятно, что вся команда, которая была с ним, шла за ним, как за лидером. За человека, который умеет строить, умеет организовывать, умеет делать. И все-таки мы не можем сказать, что при нем, мы должны признать, что при нем было сделано много. Строились дороги, социальные проекты и многое другое, чем сегодня даже не пахнет, к сожалению. Поэтому люди пришли за ним, как за лидером. В последствии того, что он ушел и остался... Ну, я, вы знаете, стараюсь сюда культурно говорить и красиво, но тут мне прям как-то подмывают что-то сказать. Ну нет, промолчу все-таки, у нас прямой эфир, поэтому некрасиво. Остался, помните, я сказал, что у нас было три премьера-министра. Нуф-Нуф, Наф-Наф, Неф-Ниф. Филипп, Стурза и Кипу. Так вот, один из них, давайте назовем его Неф-Ниф, остался лидером демократической партии, который, кроме того, чтобы подворовывать на мелких господрядах и на сдаче аренды своей собственности государство, в принципе, ничего не мог. Понятно, что люди, которые прошли по одномандатным округам, а в нашей команде их большинство, есть, конечно, люди-специалисты в своих областях, но есть и люди, которые прошли по одномандатным округам. Они обещали народу какие-то конкретные проекты. Понятно, что с Неф-Нифом сделать ничего было невозможно, потому что либо надо было становиться таким, как он, подворовый, либо надо было оставаться с совестью и выполнять свои обещания, которые депутаты давали людям. Увидев все это, конечно же, мы с большим удовольствием, с большой радостью предложили одномандатным депутатам вместе быть в платформе Пентромолдова, а потом и в нашей команде. И, кстати, в каждом из регионов, откуда одномандатные депутаты, команда партии Шоу уже сделала конкретный проект. Где-то свет в каком-то селе, где-то площадку, где-то и свет, и площадку, где-то мы сегодня что-то делаем. То есть на сегодняшний день мы продолжили те начинания и те вопросы, которые были обещаны людям. Поэтому присоединение этих людей, этой команды к нам стало естественным. Они шли в команде, которая делала, они пришли в команду, которая реально что-то делает. И не что-то, а делает больше, чем все остальные. Все лгут, врут, ничего не решают, от выборов куберов обманывают и обещают. Но, по сути, абсолютно ничего не делают. Сейчас я очень четко хочу констатировать этот факт, что я рад и счастлив, что вся платформа Пентромолдова в сборе, в единой команде, в едином целом. И эти люди стали прекрасным, прекрасным, повторюсь, дополнением и частью нашей команды. Поэтому спасибо им большое каждому. И уверен, что вместе мы сумеем сделать много-много-много хорошего для людей. Дорогие друзья, я обещал, что сегодня буду вам отвечать на вопросы. Вот я начинаю их зачитывать. Задают вопрос, находимся ли мы сейчас, я так понимаю, вы имеете в виду Сергей Галбан, в коалиции с Дадоном. Нет, мы не находимся в коалиции ни с кем, ни с партией социалистов, ни с кем-либо другим. И мы не были в политической коалиции ни с кем. Да, мы считаем и считали и будем считать, что сегодня выборы это глупая прихоть одной из партий, которая влечет за собой трату денег, больше ничего. Мы считаем, что пандемию нельзя проявлять свои амбиции только ради того, чтобы ликвидировать своих конкурентов на правом фланге, а нужно работать во имя интереса. Только поэтому, и именно поэтому мы поддержали инициативу партии социалистов о выдвижении назначения правительства. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, сегодня партия ШОР не состоит ни с каким, ни в каких и ни с кем коалициях. За вопрос, Владимир Плохотнюк продолжает ли участвовать в политической жизни Республики Молдова, не знаю. Я говорил неоднократно, что да, мы с Владимиром Юрьевичем общаемся, о политике мы, конечно же, как любые нормальные люди разговариваем, но участвуют или нет, я думаю, что, наверное, правильнее, чтобы он ответил на этот вопрос, и честнее. В будущем парламенте вопрос от Юрия, будем ли мы готовы принять депутатов из других фракций. Юрий, мы всегда готовы сотрудничать с теми, кто поддерживает нашу программу. Мы всегда готовы сотрудничать и работать с людьми, которые адекватно хотят развивать Республику Молдову, которые твердо намерены и убеждены в том, что у Молдовы есть будущее, и Молдова должна развиваться в своем направлении. Поэтому я очень четко хочу вам заявить, да, мы всегда и с фракциями, и с депутатами будем сотрудничать, которые готовы будут поддержать программу партии ШОР. Вопрос, почему Майя Санду, да, это будет, Ирина, отвечу на ваш вопрос, это будет крайняя тема сегодняшнего лайва, продолжение вчерашней темы в отношении предложения акционера по БЕМУ. Я считаю, что мы эту тему должны говорить о ней каждый день, потому что я считаю, что это сейчас является главной и ключевой темой сегодняшней жизни социальной и политической Республики Молдова. Дорогие друзья, я жду от вас вопросы, читаю и сразу, сразу отвечаю, прямо сходу, как горячие пирожки. Давайте, задавайте, не стесняйтесь, мне очень приятно. Как сделать так, чтобы нас видели больше избирателей, у многих неотносители? Ну, вы знаете, в кампанию 19-го года я объездил практически всю страну три раза. Поэтому я думаю, что многие люди меня увидели, услышали меня воочию. Слава богу, не было пандемии, нам удавалось встречаться в залах, на улицах, было много встреч. Я рассчитываю, что в ближайшее время мы продолжим очные встречи с людьми. Но пока есть то, что есть, мы будем общаться через те возможности, через которые мы с вами общаемся сегодня, включая телеканалы, которые объективно освещают информацию и те вины и позиции на поставленные вами вопросы и отвеченные мной. Нику, вы знаете, что я богатый человек, что, какое имею имущество? Нику, богатый человек, во-первых, это человек, у которого есть друзья, родные, близкие, все здоровы и живы. Этого человека я считаю богатым. Если вы говорите о деньгах, то после того, что я ушел в политику, я уж вынужден был уйти из бизнеса и нахожусь на иждивении у членов своей семьи. Поэтому это первое. Второе. Для меня никогда не были заработок денег самоцелью. Деньги для меня всегда были инструменты, возможность развивать, вкладывать, что-то делать. Вы прекрасно понимаете, что если бы деньги для меня была самоцель, я бы вряд ли строил архейленды и другие проекты в нашей стране. Я бы где-то копил в кубышке, как другие, покупал бы себе дома, машины дорогие, еще что-то, еще что-то. Я все, все ресурсы семейные, то, что зарабатывают компании моей семьи, моих друзей, которые я могу привлекать, я вкладываю в свою страну. Я вам уже объяснял почему, потому что я хочу свою страну сделать красивой, богатой. Я хочу ездить, радоваться, получать удовольствие и наслаждаться от улыбки людей, которые будут жить в прекрасной стране вместе и рядом со мной, и с которыми буду жить я рядом вместе. Приеду ли, появлюсь ли я в публичном пространстве в эту электоральную кампанию? Боже, помощь. Так, ну что, дорогие друзья, давайте еще вопросы. Я с удовольствием хочу отвечать на ваши вопросы. Иван Чабан правильно подошел к проблеме, чтобы я ездил в столице. Когда участвовал наш дорогой коллега, друг почетный представитель партии Валерий Клименко на должность кандидата в мэр Кишинева, я много был с ним на встречах и неоднократно говорил нашу программу для Кишинева. Да, она отличается от программы господина Чабана, но в первую очередь тем, что мы предложили, как сделать бюджет Кишинева раз в пять больше, чем сегодня, притом за достаточно короткий срок. Я считаю, что все бизнесы, которые сегодня дает, на которые дает право город и которые существуют благодаря городу, должны приезжать в город. Такие, как реклама и многие другие. Поверьте мне, бюджет вырастет в разы за считанные месяцы. Что произойдет? Произойдет, что у города будет возможность не только сегодня, как сегодня, делать какие-то дела, но и глобально. К примеру, у Кишинева сегодня срочно необходимо, на мой взгляд, два глобальных проекта. Кишиневу сегодня необходим проект переселения, как в Москве. Что это означает? Это означает строительство новых домов, переселение со старых домов людей в новые дома за счет города, а из старых домов сносить и строить опять новые. Это потому, что дома по 50, по 70, по 80 лет в ужасном состоянии, их ремонтировать бессмысленно, их надо сносить и давать людям новые квартиры. Это первое. Второе, я считаю, что в столице доктора, пенсионеры просто не должны, а обязаны получать дополнительный доход из бюджета города. И еще раз повторюсь, это возможно. И это было в программе кандидата Валерия Клименко, который был кандидатом от партии ШОР. Ну, я думаю, что у нас будет еще возможность в ближайшее время поуправлять столицей и доказать то, что мы можем, и наша команда может превратить столицу Республики Молдова в город Кишинево. Я уже ответил на вопрос, примем ли мы депутатов в будущем парламенте. Я сказал, что мы готовы будем сотрудничать и с депутатами, и с партиями, и с теми, кто готовы будет поддержать программу партии ШОР. Ну что, дорогие друзья, что вас долго не мучить, я хочу подвести к завершению наш эфир, но хочу сказать несколько очень важных моментов. Был задан вопрос о том, почему Майя Санду не акцептирует наше предложение о возврате, вернее не о возврате, а о выкупе кредитов, старых кредитов банка деэкономии, так, чтобы деньги вернулись в бюджет. Дорогие друзья, к сожалению, я сегодня вынужден признать, что молдавский политический класс использует тему банка деэкономии исключительно в пиарных целях. И вы в этом сегодня убеждаетесь каждым днем. Они издеваются над людьми, издеваются над системой, издеваются над тем, как должна работать система, когда приходят акционеры банка и говорят, мы готовы выкупить плохие кредиты, мы готовы положить деньги и потом сами их выкупать. Вы видите, что мы уже три недели не получаем никакого адекватного ответа, ни одной встречи с нами никто не провел. Вот так эти люди хотят вернуть деньги. Ну, смешно, просто смешно, я понимаю, что вы знаете, кто-то говорил, что насильно вытаскивали миллиард, я вам хочу сказать, что придется его насильно втаскивать. Потому что то, что я вижу, что происходит, это уже совершенно полный, тотальный беспредел. И я к Майя Санду на самом деле без иронии, без попыток ее как-то дискредитировать, я обратился к ней как к президенту страны, потому что я посчитал, что в ней, вероятно, были чистые нотки, когда она говорила о том, что она хочет решить эту проблему. Я очень рассчитывал и надеялся на то, что она, невзирая на эмоции, невзирая на какие-то амбиции ради того, чтобы увеличить бюджет страны сегодня в этой сложной ситуации, уберет в сторону все, скажем так, как я уже повторюсь, эмоции и сядет за стол переговоров и решит эту проблему. Потому что это проблема в первую очередь в интересах граждан. Но вы знаете, к сожалению, я вижу, что все самоустранились, каждый пытается перебросить на другого, каждый пытается сделать так, чтобы не отвечать на эту тему, каждый пытается сказать, извините, моя хата с краю. Ну, друзья, так не получится. Я еще раз сегодня, в очередной раз вас призываю, прекратите издеваться над людьми. Мне все равно с кем. Национальный банк, Генеральная прокуратура, президент Майя Санду, кто вы считаете уполномоченным, сядьте за стол переговоров немедленно с нами. Я прошу вас, прекратите играть в свои игры, они вам ничего не дадут. Вы считаете, что если вы не будете прикасаться к этой теме, вам поможет? Нет, вам не поможет. Потому что когда-то вам придется отвечать, почему вы не акцептовали предложение акционеров. Почему? Не надо заниматься отписками. Друзья, мы не пришли с предложением для того, чтобы с вами попереписываться бумагой. Мы пришли для того, чтобы решить вопрос. И еще раз повторяю, если вы хотите его решить, прошу, незамедлительно, в любое для вас удобное время, назначить встречу, в которой готов участвовать я на сегодняшний день по скайпу. Я очень надеюсь, что в ближайшее время выучу. И мои адвокаты выучу. В любое для вас удобное время. Пожалуйста, прекратите играться с народом. Вы обманывали 7 лет, что эти деньги украл я. Врали каждый день. Вешали лапшу на уши. Пропагандировали. Строили на этом свою политическую карьеру. Делали все, что хотите, кроме того, что говорили правду. Сегодня, когда я невиновный человек стал, да, мы как акционеры готовы выкупить кредиты и сами вернуть их из тех бенефициаров, которые их взяли. Хотя вы не предпринимаете ни одного усилия для того, чтобы это произошло. Дорогие друзья, ну что? Здесь был вопрос, верный ли путь заняла Майя Санду в политике. Ну, я отдельную передачу посвящу лидерам других партий. Я не буду поливать их грязью. Я никогда не поливаю грязью. Потому что я считаю, что мы должны бороться интеллектом. Мы должны бороться решениями проблем людей. Мы должны бороться делами. Но ни в коем случае не поливанием грязью. Оно ни к чему все равно не приводит. Страдают от этого все. Сегодня ты полил, завтра тебя. Ну и вот так, в принципе, молдавская политика и живет. Дорогие друзья. Друзья, я надеюсь, что я сегодня ответил на ряд ваших вопросов. Завтра у нас будет еще один лайв с очень интересной темой, о которой мы объявим по традиции утром. Спасибо вам большое за внимание. Доброго всем вечера.